запоминаем что мы можем использовать различные места писания для приготовления уроков например там где есть я есть истина путь истинной жизнь и никто не приходит к отцу как только через меня и если вы учите весь урок эти листы можно использовать а теперь места писания например римлянам 323 для золотого цвета там написано что потому что все согрешили лишены славы божией римлянам 58 для красного цвета там написано о том что бог свою любовь послал доказывает тем что ишуа умер за наши грехи псалом пятидесятый девятый стих для белого цвета окропи меня и сопом и буду чист омой меня белее снега пятьдесят девять второе петра 318 зеленый цвет дети мои станем любить не словом и языком на делом и истины и в процессе когда мы говорим с детьми мы мы используем намного больше цветов чем больше цветов мы используем чем больше красок тем лучше для урока можно также одеться по цветному в яркие одежды и акцентировать внимание на определенной на цветах да то что мы одеты и вы можете посмотреть и представьте себе хотите сделать или например сказать и хотите сделать книгу без слов мы можем вместе делать книгу без слов и это тоже займет время и внимание и я сейчас хочу рассказать два рассказа которые и предположим что вы будете детки да и вот один рассказ представляете детки я вот шла однажды по одессе вот иду иду идет навстречу мне зуб я спрашиваю вы кто такой а он говорит я мистер зуб и тут я вижу что он плачет я спросила а что с вами случилось мистер зуб он говорит меня болит зуб и тут я увидела что у него на голове одно темное пятнышко я говорю ой вы знаете вам нужно немедленно пойти к стоматологу мистер зуб потому что будет плохо и он спасибо и он ушел через недельку я его встречаю опять о мистер зуб а он говорит ой ой и вы представляете я вижу уже два коричневых пятнышка у него на голове и год меня так болит так болит а я говорю ну и мы же говорили я же вам говорила на прошлой неделе что нужно пойти к стоматологу а то будет хуже и вот все я понял до свидания и он ушел и представляете месяц прошел прошел месяц и я иду опять по улице одессы и тут я слышу ой ой как меня болит как мне плохо и что вы думаете мальчики девочки опять мистер зуб подхожу ближе а он плачет а у него на голове уже не два пятнышка уже большое большое пятно такой темный темно и как же меня болит и я сказала ему послушай ну помнишь я же тебе говорила чтобы ты пошел к стоматологу а вот так и не пошел он так повернулся и ушел но уже было поздно уже слишком много пятна было там скорее всего что он потеряет этот зуб что-то случится и вы знаете мальчики девочки грех о котором мы говорили это как это пятно и если не прийти и не убрать этот грех то этот грех он будет больше и больше вашей жизни и потом никто не сможет вам помочь поэтому когда есть грех или пятнышко нужно прийти кишуа и попросить чтобы он забрал это это пятно этот грех вы хотите это сделать кто-то из вас чувствует что и имеет что-то в жизни или пятнышко или там грех и вы понимаете что это не угодно что нужно удалить это с вашей жизни спасибо сереже вот сережа у нас честно да вот он его болит и вот он хочет избавиться поэтому мальчики девочки мы сейчас помолимся за серёжу да и и серёжа может серёжа ты хочешь сам помолиться господу ну давай помолись аминь аминь молодец давайте поблагодарим господа за серёжу что вот молодец спасибо вот это вот такой пример ну конечно вы можете разные примеры привести да я думаю что господь покажет вам еще один пример в далекой стране африки жил мальчик его звали мадуа все могут сказать такое имя мадуа мадуа да и и он наступил на колючку и у него появилась опухоль на ноге и вот так болело он подошел к маме и говорит мама у меня так болит и мама что-то там намазала и они ждали чтобы это прошло но но эта нога она не проходила опухоль не проходила его болело еще больше и больше и тут вспомнил он мальчик что у в в их деревне там миссионеры жили белые люди и вот они он решил пойти и спросить потому что он слышал что там они молились и люди исцелялись тем которым было плохо и он пошел и пошел и там ему помогли там что-то ему оказали какую-то помощь и ему сказали что ему нужно подождать какое-то время чтобы они убедили что все хорошо и когда он ждал он вспомнил что он видел на столе у этого миссионера книжку золотую и он говорит я хочу видеть я хочу что-то за книга можете мне рассказать что это такое а он говорит да и ты можешь можешь и тут он начал рассказывать вот этот миссионер начал рассказывать этому мальчику а этой золотой золотой страничке о том что есть это единый единственный бог и о небесах и он начал говорить и мадо он понимал что ему нельзя об этом знать потому что он был мусульманином и его вера и его родители запрещали об этом даже чтобы он это слушал но он ему так было интересно знать что то за золотая страница было что-то за книга была и он все больше и больше задавал вопросы и он узнал и о небесах и он узнал о грехе и он узнал о том что и шо пришел чтобы спасти его от греха и и чтобы дать жизнь ему хорошую прекрасную и также он еще там слышал библейские стихи которые там этот человек он учил также приходили маленькие мальчики девочки туда и они молились молитвой но так как ему запрещалось он не молился но и в ту ночь он сказал когда он пошел спать он был сам один он склонил колени и он сказал я хочу чтобы ешуа зашел мою жизнь чтобы он вошел мою жизнь и я хочу попасть на небо и если ты есть то ты помоги мне и вот это он сделал и вы знаете мальчики на следующий день он стал чувствовать себя лучше он почувствовал что атмосфера изменилась и он говорит ну что-то невероятно со мной происходило ему так хорошо было в этом доме и и он у него настолько сильное желание было рассказать своим братьям и друзьям и когда пришло время и ему уйти домой он подошел к этому человеку где он же где он остановился и там на столе была эта книгой и он посмотрел на эту книгу и тот человек спросил ты что-то хочешь он говорит я хочу эту книгу он где ты можешь иметь эту книгу и он с такой с таким счастьем он взял эту книгу и он побежал свою деревню и держал он так трепетно держал потому что его жизнь изменилась но мало того собрали увидели брать и его друзья увидели эту книгу и год расскажи что-то за книга и когда он начал рассказывать он рассказал то же самое и когда мать и эти вот друзья услышали они сказали а мы тоже хотим на небеса ты можешь ты можешь нам дать эту книгу а он говорит нет не могу дать эту книгу и вы знаете мальчики девочки что они тоже помолились они помолились пригласили еще свое сердце потому что маду рассказал им и он рассказал о том что ему хорошо стало и о том что и и он такой радостный его жизнь изменилась у него он по-другому себя начал чувствовать и друзья и брат говорят но ты же можешь поделиться с нами он говорит нет не могу и кто-то из них сказал можешь можешь ты ты можешь взять и и разрезать и дать нам а он говорит нет не могу это моя книга и он пошел спать и вы знаете что происходит произошло ночью он не мог молиться он не мог говорить с богом в тот вечер его что-то тревожило его его совесть мучила почему не хочет делиться с книгой потому что эти друзья сказали что ты можешь поделиться а он сказал а я не хочу маленькую книжку иметь и на следующий день он пошел и там на пушке был пенек и он взял с собой и ножик и пошел и помолился господь и сказал господи я хочу поделиться этой книгой с моими друзьями с братом и вы знаете что мальчики девочки что он сделал и он взял разрезал разрезом вы представляете какая радость была у тех мальчиков и девочек у тех мальчиков и брата и с одной книги он разрезал и отдал они сказали а ты разрежь а у нам мама зашьё дома и вот у каждого его друга были остались вот эти странички эта книжка и вы представляете какое счастье было у этих друзей его да это же такая радость и представьте себе мальчики девочки что каждый из них пошел и рассказал своим братьям и сестрам и друзьям им возможно они рассказали родители поэтому давайте поблагодарим бога за этого мальчика который жил в африке спасибо это небольшой пример может быть просто чисто такой визуально и как можно служить детям как можно рассказать да это же не библия ну это же мы говорим о небесах это мы говорим о истории до истории из библии образно да но мы не мешаем это библия это не библия это просто история это это вот как мы учим детей это красный цвет это зеленый цвет что представляет собой ну это процесс обучения нет они не обрежут не смотрите если если у вас если вы будете сами придумывайте если да бог даст вам различные методы и способы как достигать и использовать различные браслетики есть бусики и делиться что что чтобы делиться использовать все чтобы чтобы донести до ребенка важность небо важность греха и важность искупления что если даже они что-то сделали да они могут попросить прощения и о чистом сердце говорите обновленной жизни но это говорить каждый день и такая это очень усиленный труд но он вознаграждается поверьте он настолько наградов ты потом увидишь через лет двадцать и это очень приятно приятно видеть плоды можно также взять крест и использовать крест да вот потому что я знаю что в еврейской культуре крест используется ну как как нарицательно но в любом случае в евангелизме и в проповеди евангелия спасения и здесь ничего страшного нету что да на кресте и шоу распят был и здесь ничего страшного но можно объяснять и говорить да или например говори и даже мальчики девочки я не могу к вам заглянуть сердце но господь у он как рентген он все видит даже на мы когда идем делаем рентген многие детки знают это уже по по возрастной категории как и но мы не можем видеть что у человека внутри но бог все видит и даже можно подойти сказать слушай можно посмотреть что у тебя там сердце так визуально да у я увидел там господь живет у тебя сердце вот как чудесно давайте ну даже своим деткам до исайя 53 глава 6 стих написано мы все блуждали как овцы совратились каждый за свою дорогу и господь возложил на него грехи всех нас и так если мы будем говорить например о кресте и первое самуила первое царство 16 7 там написано так что но господь сказал самуилу не смотри на вид его и на высоту роста его я отринул его я смотрю не так как смотрит человек ибо человек смотрит на лицо а господь смотрит на сердце что говорить детям что господь смотрит на сердце не смотри помните я вчера вам говорила о том что когда просились и и прощение да а он не искренно а я не чувствую что он это вот что он он попросил прощения и а можно я позже да и вот вот такие вот места писания что господь смотрит на сердце человека мы не можем мы не и мы не можем гарантировать что она искренне или не искренне но если он сказал мы должны поверить и наставлять детей возвращаться к библии и то что писание гай потому что они на самом деле они знают что библия естественно они они верят в этом в этом-то и заключается искренность веры детей что у них вера очень сильно мы даже не имеем представление насколько сильная детская вера вот когда они молятся они молятся как мы говорили к если они поклоняются они поклоняются если они в маленькой комнате поют они до ней на улице буду также сама петь для них нет различия нет разницы и какая атмосфера и поэтому почему потому что они в атмосфере любви они в атмосфере любви божьей и они не ожидают что что-то плохое произойдет с ними вот так бог создал и вот эти маленькие сердца и также может спросить а как ваше сердце деточки и деточки понимают вот я вот смотрю на настю девочки понимает правда такие хорошенькие славные да если что-то натворят то не понимают возьми микрофон передайте настя пожалуйста маргарита однажды сказала не за чем-то мы разговаривали вечером и она так взялась за сердце и говорит там ну как бы стучит а говорит а что же там стучит сердце это так говорит о том когда же он построит построить его там но это длительный процесс видите вот для меня вот и настя поделилась и от ответы которые дети дают вот я уже могу определить что с этим ребенком работает что даже чтобы ребенок сказал что иисус строит там мой дом свой дом да это говорит о том что и ведется работа что родители не тратят время просто так запишите еремея 17 9 там написано что лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено кто узнает его наше сердце крайне испорчено еремея 17 9 прочитайте а откройте пожалуйста марка седьмая глава 21 и 22 стих седьмая глава 21 и 22 стих ибо из внутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы при любодеянии убийства кражи лихоимство злоба коварство непотребство завистливое око богохульство гордость безумство все это и зло все это зло из внутрь исходит и искривляет человека и это нормально это нормально объяснять ребенку сказать слушайте даже вот эти места писания брать и сказать слушай вот здесь так написано вот что вот написано что из сердца человеческого выходит и и мысли и помыслы и даже когда мы обзываем друг друга это выходит из сердца так что давай будем просить у господа прощения давай будем давай будем просить чтобы он зашел и жил в нашем сердце чтобы всего этого не было потому что это все выходит если если есть обман если обзывают друг друга если там не ходят путями не хотят читать писание это все выходит отсюда и говорит что мы рождены во грехе а это значит что мы сами избрали свой собственный путь а не божий и если слово божий говорит что если мы согрешили в одном значит мы согрешили во всем в законе поэтому давай будем просить прощения чтобы стать на божий путь и вот это путь прощения это когда дети когда маленькие это фактически каждый день день прощения день милости и день и и обновление это это долгий путь но этот процесс и библия говорит что нет праведника ни одного нету что единственная причина почему еще пришел он пришел чтобы умереть за грех он пришел чтобы забрать это все и чтобы мы жили вместе с ним и поэтому и сердце человеческое как писание говорит что все выходит из сердца человеческое и гордость и ложь и ненависть и сплетни непослушание и многие другие вещей и знаете какой самый большой грех самый большой грех это не верить что бог говорит это не верить что писание есть правда и обычно дети говорят что да мы верим если спрашиваем вы верите вот да они верят и хотят верить что это истина и все остальное плохо это выходит из нашего сердца все все сердце выходит поэтому нам нужно беречь сердце на и и когда опять работаешь с детками делаешь большой акцент на сердце вот как сегодня пророчески настя сказала что ишуа строит свой дом да вот это сердце вот так это устрояется и вот царство маленьких детках потому что бог хочет ходить с нами он хочет жить с нами он хочет чтобы мы были счастливы ишуа единственное которое всегда был послушен своему отцу он никогда не нарушил он был он всегда делал то что отец его просил делать и поэтому о когда отец сказал послал его чтобы умереть за наши грехи он пошел и он умер за всех нас для чего за то чтобы забрать ненависть от нас забрать гордость забрать все это плохое которое мы писали для того чтобы он жил в нашей жизни для того чтобы я был свободный и мы можем быть свободны и теперь вместо моего сердца сейчас живет ишуа это его сердце и и нам нужно беречь его сердце внутри каждого из нас потому что он мне дал жизнь и ишуа говорит что все стою у двери и стучу если кто откроет то я войду и буду жить там поэтому сердце очень важно для для того чтобы хранить его для бога откройте пожалуйста и матвея 18 глава с первого с первого стиха по 14 и я буду читать в то время ученики приступили к иисусу и сказали кто больше в царстве небесном иисус призвал дитя поставил его посреди них и сказал истинно говорю вам если не обратитесь и не будьте как дети не войдете царство небесное и так кто молится как это дитя тот и больше в царстве небесном и кто примет одно из таких дитя во имя мое тот меня принимает а кто соблазнит одного из малых сил верующих меня тому лучше было бы если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его глубине морской горе миру от соблазнов ибо надобно прийти соблазном но горе тому человеку через которого соблазн приходит если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя отсеке ее и брось от себя лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги нежели с двумя руками вот и двумя ногами быть вверженному вечный огонь если глаз твой соблазняет тебя вы 영 его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженному в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого-то было сто овец, и одна из них заблудилась, не оставил ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется не более, нежели 99 незаблудившихся. Так, нет воли Отца Небесного, вашего, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Видите, Ишуа использовал возможность поделиться учениками, чтобы сказать, что он думает о детях, что некоторые ученики пришли и спросили, а кто больше в царстве твоем, кто может быть более влиятельным по позиции, да? Кто будет самый более важный? А еще, что он сказал? И он, они, видимо, ждали, что он так посмотрит на лицо или там на дары, таланты, да? А что он сказал? Да, до тех пор, пока вы не станете как эти маленькие дети, не сможете войти в Царство Божие, что вам необходимо смириться, вам не превозноситься, вам необходимо быть таким, как эти детки, потому что эти маленькие в Царстве Божьем будут более великие, чем те взрослые, которые думают, что они что-то значат в Царстве Божьем. Это вообще очень-очень серьезное место. Нам, взрослым, необходимо почаще об этом думать и обращать внимание, как дети вообще верят, о том, что мы можем быть сами удивлены в один прекрасный день, предстанем перед Господом, а детки будут занимать выше позиции, чем взрослые. И слово, которое использовал Ишо, говоря о ребенке, он говорит о малых сих. И оригинал говорит о том, что о малых используется от нуля до девяти лет, примерно вот такой промежуток лет. И он сказал, вы должны стать, как этот ребенок. Что это значит? Это не значит сподать детство или вести себя, как дети, подобным, как дети ведут себя. Но говорится о том, что у детей простая вера, и им несложно верить. Детям, служение детям очень важно. И если вы говорите, что Бог хочет дать вечную жизнь, хочет дать вечную жизнь людям, это значит, что Бог хочет дать вечную жизнь и детям. И Ишо умер за всех, за всех, за взрослых и за детей. И для детей это очень просто поверить. Если они молятся за вас, это великолепно. Если дети молятся за вас, потому что они с верой и искренне верят. Они очень доверчивы. Они верят, и они не строят дебаты. Вот если им сказали вот так вот, они просто принимают это как чистое словесное молоко. Если я скажу ребенку, например, что маленькому ребенку, ты знаешь, что луна сделана из сыра. Как вы думаете, поверит ребенок? Поверит. О чем это говорит? Что они доверчивы, они искренне, они впитывают, как губка, и они вам верят, потому что вы взрослые. Потом, поэтому Библия говорит, что учителя будут давать большой отчет перед Богом. Потому что даже учителя, или Тора, или любой учитель, который предстоит перед аудиторией, или претендует на учение, они будут стоять перед Богом, будут давать отчет за то, что они учат, и как они учат. Дети легко прощают. Они не держат обид. Дети много задают вопросы. Замечали, что они? Мама, а почему так? Папа, а зачем это? Да, родители? Почему? Потому что они не боятся, они любознательны, они на самом деле хотят все знать. Они восприимчивы. У них природное смирение. Они знают, что они просто дети. Они знают об этом, и они доверяют. Они так же легко принимают вину, когда даже невиновны. Они очень зависимы, и они не могут жить без взрослых. И они это понимают. И им нужна пища, одежда. И они смотрят на взрослых. И они хотят быть похожими на них. Поэтому важно им представлять красивых, хороших героев для своих детей. Надо выборочно выбирать, кого вы хотите, чтобы герои были в их жизни. Потому что они будут стремиться к тому, чтобы иметь героя в своей жизни. И, конечно, я помню, вот Джошуа Виндестюр, Ника знает, да? Кто у него был герой? Солдаты. Солдаты. А кто он был? Воин. Ишуа. Ишуа был у него. У него был меч, щит. И вот маленький. Но он все время с щитом ходил и с мечом. Он был воин господин. Ишуа это генерал, самый главный. А он самый главный воин его. И вот он столько стихов. Маленький был. Но он столько строчил стихов с писания. И вот это был его герой. У него домой приходили, у него вся вот эта картотека была в видео. Все книги были только о Ишуа. И он был как фанатом Ишуа. И он сейчас, знаете где? Он сейчас в Беттл-школе, да? Нет, Айхоп. Айхоп. В молитвенном центре сейчас. Ему сколько? 21 год. 22 года где-то. Да, но мы его помним с маленьких лет. Его родители адаптировали его. Он российский мальчик. И родители американца, они не имели детей. И вот мы помним, вот представляете сколько лет. И вот родители взяли его с детдома, усыновили его, вот эта пара, и начали его воспитывать. И все, Ишуа стал героем для него. Вообще замечательно. Поэтому дети, они ожидают от вас любви. Они могут легко вас обнять. Они любят ласку. Они любят прикосновения. Но они не любят фальш. Они так же самое чувствуют фальш. И молодые, они могут смотреть на этот мир, созерцать и принимать так, как есть. Дети, они могут взять камень, они могут взять любую вещь и сотворить из него в своем мире воображение такое, что взрослый даже и не подумает. К чему он говорит? Потому что вот такой он чистый, вот так вот воображение у него чистое. А когда они играют, они играют тоже ревностно. И я помню, в детстве мы игрались. И вот когда мы игрались, мы настолько вот это, все должно было быть честным. И нельзя было, чтобы кто-то там хитрил или там, я не знаю, как у вас, но наши дети, когда игрались, они не любили проигрывать. И я помню, это было какое-то время, мы играли, потом переставали играть. Потому что если кто-то проигрывал или кто-то выигрывал, все, у меня двое плачут. И мне нужно было вот учить их уметь проигрывать, потому что они не понимали, что значит это проиграть. И вот ты работаешь с этими чувствами. И знаете, и опять мы молились, и опять мы, вот это писание, и вот как сегодня кто-то сказал, что я думал, когда-то это закончится, но когда-то придет или это нужно будет постоянно это делать. Да, постоянно это делать, это процесс. Но есть надежда, потому что Господь сам взращивает. Есть часть, которую мы делаем, а потом приходит Господь, верение, Господь всегда там есть, но Господь, Он завершает ту работу чудесную. Дети верят в абсолютные ценности, правильно или неправильно. Вот так вот они видят. Белое, черное, хорошо, плохо, правильно, неправильно. Например, замечали ли вы, вот, например, на улице люди не ругаются, а вот дома вот приходят, они ругаются. Есть такие пары, да? Дети это все видят, и для них это ненормально. Если папа ругается на маму дома, и он ожидает, что папа, это нормально, что на улице тоже обзывает или ругает маму. Но если он на улице не делает, а дома делает, у него уже конфликт внутри, и у него уже стресс, и он не понимает, где правда. Потому что ему нужна абсолютная правда. И, например, представьте себе, вот в магазине продавец, и маленькая девочка у нее, и заходит клиент, и попросила что-то. Ну, женщина пошла сзади взять необходимый товар, и тут еще одна женщина зашла, и тут девочка кричит, мама, толстая тетя зашла, спрашивает тебя. Это говорит вам о чем-то? А? Так мама называет дома. И мама вышла, ты чего так нельзя тетю называть? Ты о чем? А ну-ка быстро извинись перед тетей. И у девочки конфликт внутри. Почему так? Поэтому для детей очень важно, вот, допустим, чтобы родители, они были постоянными. У нас, у нас дома был такой порядок, что мы, если у нас было, нужно было принимать решение какое-то, или говорить о чем-то, мы при детях не обсуждали. Вот хотите верьте, хотите не верьте. Вот уже подростки, уже потом уже, когда они уже стали взрослыми, мы уже начали позволять свое мнение выражать при них. И я увидела, что им это не нравится. Почему? Потому что в ихнем разуме мы совершенные родители. Но мы не позволяли, мы, когда дети были в нашем присутствии, весь мир крутился только вокруг них. Не было этих вот отношений, допустим, что ты сказала, что-то я тебя не понял, там, нет-нет-нет-нет. Если нужно было выяснить наши отношения, мы заходили в нашу спальню, и это было наше место, наших отношений. Но при детях это не видели, дети не видели, что он меня обзывал, или называл, ну, муж вообще меня в жизни никогда не обзывал, или плохим словом, или, и я, конечно, рада, что вот такие стандарты мы поставили. А почему поставили? Потому что нас научили, нам передали так. И я благодарна тем учителям, которые вот сказали вот на раннем этапе, вот, знаете, вот как установка, установили там, и я просто приняла это как словесное молоко, что да, я попробую, может быть, это работает. И на самом деле это работает. Работает, что стандарты должны быть одни. Например, не обзываться, плохими словами не говорить. И даже до сих пор, вот когда дети уже выросли, и они могут позволить себе сленговые выражения, я их не понимаю. Говорит, мама, ну все так говорят, ну ты там, типа, вот видите, типа, вот сейчас я уже начал позволять слово крутая, там, или еще что-то, ну, для чего? Ну, потому что, чтобы быть ближе к молодежи. Но есть еще другие сленговые слова, которые я не приемлю. И почему? Потому что я их не вижу в Писании. И когда относятся детей и воспитание детей, и я им тоже говорю, слушайте, научитесь говорить местами Писания, и когда вы будете говорить на таком языке, тогда я переключусь на ваш язык. Но пока, если вы еще не договорите, вот цитировать Писание, говорить истории, там, рассказывать, вот тогда давай, пусть эта игра будет честная. Ну вы хотите честно? Давайте честно. И что вы думаете? Мало-помалу они в нашем присутствии, я не знаю, как они разговаривают там, в другом присутствии, но они не позволяют себе. Ну бывает такое, что проходит, потом, ой, извини. Или там, или... Правильно? Как же мы можем принять дитя? Мы принимаем дитя, как Ишуа, со всеми чертами характера, присущими ему. Мы принимаем с любовью, принятием, мы принимаем с дисциплиной, мы принимаем с барьерами. Мы вчера говорили о барьерах, да, о определенной барьере. Да, мы дисциплинируем. Как мы дисциплинируем? На основании Слова Божьего мы дисциплинируем. Вчера задали вопрос, как же нужно дисциплинировать детей. И я понимаю, что дисциплинировать детей, они должны конкретно знать, что они неправильно сделали. Вот, например, если ребенок нечаянно сделал, вот уронил чашку, или вот он шел и споткнулся, и там разбил там что-то, какую-то очень дорогую вазу. За такие вещи нельзя наказывать. А? Ничего страшного. А что, если он два раза споткнулся и ударил? А что, если там опять пару раз? Нельзя наказывать. Наказывать только, когда ребенок умышленно что-то делает, и он знает об этом. И тогда ты предупреждаешь. Например, если есть двое или трое детей, бывает такое, что дети кусают друг друга. Вот, укусил или там ущипнул, или там за волосы, бывает такое, да? И вот ты учишь, это уже специально. Вот за это вот идет дисциплина. И ты предупреждаешь, что это нельзя делать, если ты сначала обещеваешь, сначала учишь и говоришь. И не нужно думать, что вот раз сказал, и все. Чем больше вот сесть и объяснить, вот как объясняешь, и ребенок сидит и слушает, и слушает, а ты говоришь, и говоришь, и говоришь. И поверьте, раз сказал, два, три, четыре, и он все равно услышит. Потому что дети, они нетерпеливые, они не любят долго сидеть, и они не любят долго слушать. И для них потом лучше быть послушным, чем сидеть и слушать. Я вам серьезно говорю. Это работает. Ну, конечно, с молитвой. И была у нас такая проблема, я помню, уже это было 8-9 лет, и они начали обманывать. И я их собрала, двоих старших, и посадила. А сама плакала, потому что плакала перед Богом, потому что я не знала, как справиться с этой задачей. И я открыла Писание, и выписала все об обмане, что Библия говорит об обмане. И я села, говорю, ребята, вот что я вам хочу сказать. У меня есть задача перед Богом и перед вами. И Бог меня потом спросит, что я с вами делала. Вот я заметил то-то-то, и вот что Писание говорит. Вот это-вот это. Давай будем рассуждать. Вы видите, это не я говорю. Это не я говорю. Вот Библия говорит, вот Слово Божие говорит. Потом, когда они научились читать, я им давала, говорю, давай ты читай. И вот они читали мне, что Писание говорило. Потом мы молились, и это тоже занимает время. И потом я называла это время конференцией. И я, и каждый раз, когда что-то случалось в доме, ну какая-то проблемка, я говорю, созываю конференцию. Они не любили конференцию, потому что в конференции я главная. И Библия, и все. И оно выглядит, знаете, оно выглядит, может быть, религиозно, оно выглядит как-то так. Неужели на самом деле это было? Да, это на самом деле было. Можете спросить детей наших. И с полной ответственностью я спокойна, что они ответят, что будет взаимно. Единственное, что когда было наказание первых двоих, младший все время просил прощения. Вот потому что, вот знаете, первый отказывался, второй там, или как-то они еще пытались спорить, или там, выигрывать что-то для себя время, или там. Третий, мама, я прошу прощения, а что ты сделал? А я не знаю. А я не знаю.